Ну что, всем привет! С вами я, Юля Крэйзи Нейлс. В этом видео вернулись наши ноготочки, где мы делали френч с гибкими лентами. Маникюр уже пошел второй месяц, это мастер, поэтому здесь, естественно, уже и скола есть, она отковыряла за два дня эти две ленты на большом пальце. В общем, красота неописуемая. Сегодня мы будем делать дизайн, который стал очень популярным, и вы мне много раз спросили под последним видео снимать еще побольше дизайны в теме акварель. Так вот, в этом видео она и будет. Я уверена, вам такой вариант, который в этом видео покажу, понравится так же, как и предыдущий. Мы длину решили убрать, сделать коротенький квадрат, но четкий. Пилю я пилкой 180 на 240, мы их используем как одноразовые. Дальше при помощи апельсиновой палочки Я отодвигаю кутикулу, открываю карман и фрезой пламя к мизовской 0,23 диаметра красный пояс начинаю вычищать птериги. Все материалы, которые вы увидите в этом видео, вы сможете приобрести в нашем интернет-магазине. Ссылка будет обязательно в описании. Люблю начинать с большого пальца, потому что на большом пальце всегда больше всего различных проблем. И трещины есть, и птеригия больше, и кутикула самая сложная. У этой модели, я уже говорила, влажные ручки, и здесь очень нежная кожа. Поэтому если здесь чуть-чуть передавить, то будет дискомфорт, и возможно даже пойдет кровка. Но невозможно, а точно. Дальше делаю срез с любимыми твизерами. Мы работаем с этой клиенткой в технике комби периодически, и в технике аппаратного обеззаряющих. Знаете, как карта ляжет. И дальше переходим к покрытию. Наношу бескислотный праймер только на свободный край. И моя, опять же, любимая база от Rock Nail Classic, которая будет вашим идеальным помощником, так как она делает всю работу за вас. И моментально, быстро, главное, не тормозим. Дальше беру цвет от Fior под номером 42. И, кстати, кто не верил, что я просто для рекламы рекламировала, и якобы я просто так сказала, что я стану их представителем, я им стала. И у нас теперь в студии тоже они продаются в нашем интернет-магазине. Я никогда слова на ветер не бросаю. Нанесла цвет в два слоя. Замечательно выравнивается. Я уже говорила, что даже если вы как-то нанесете не очень равномерно, цвет выравнит все и сделает за вас. Дальше я буду перекрывать оставшиеся пальчики топом Уно без липкого. У нас продается в магазине только оригинал. Я вам сейчас хочу показать, чем отличаются. По внешнему виду вроде бы ничего, но если перевернуть бутылек, то на дне видно, что у оригинала выбито Уно, а на подделке этого нет. Поэтому будьте внимательны, если заказываете продукцию Уно или покупаете где-то. Это также на базовых покрытиях должно быть. Проверяйте всегда донышко, потому что если не оригинал, бывает очень часто, что и топ быстро мутнеет, он скалывается и дает очень много пузырей. На тех пальцах, где будет дизайн, я перекрываю матовым топом от Рокси Вельвет и дальше начинаю рисовать акварель. Сначала рисую линию, на которой у меня будут располагаться цветочки. Дальше набираю на кисть материал, ставлю галочки и потом начинаю растушевывать их, получая лепесточки первые. По поводу материалов, которые я использую. Девочки, я их не продаю в магазине. Это будет продаваться только на курсах для учеников. В общем, дальше ставлю еще одни галочки другого цвета и также размываю их аккуратненько кончиком кисточки, получая второй лепесток. Вы можете также добавить еще несколько лепестков, если это вам нужно, но я перехожу просто к листикам. Беру зеленую акварельную краску, также ставлю галочки и размываю, получая красивые лепесточки. Когда я рисую акварель, я не знаю, у меня каждый раз какие-то невероятные эмоции, восхищение этой техникой и ты действительно забываешь обо всем, ты смотришь на то, что у тебя получается и просто кайфуешь. Так что обязательно, если кто-то не пробовал эту технику, попробуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также я дизайн перекрываю топом и на серединку я поставила стразики, где-то бульоночки, и вот что у нас получилось. Милейший дизайн. Я надеюсь, он вам понравился. Ставьте этому видео палец вверх, тогда я буду знать, что вам интересно смотреть видео с акварелькой. Ну а я вам всем говорю, до скорых встреч, творческих успехов и пока-пока!